Продолжаем наше утро. У нас в студии уже сразу два гостя, причем гости эти приехали к нам из Иркутска. Это актеры Иркутского академического драматического театра имени Хлопкова Анна Дружинина и Дмитрий Акимов. Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро? Вы уже бодры, веселы, все в порядке? Да, замечательно. Мы остановились в Алуште. В Алуште. Вы сегодня из Алушты, да? Да, да, мы приехали. И утро, конечно, замечательное, потому что вышли на улицы, сразу морской воздух. Южные птицы, такой воздух мягкий. Я четвертый раз в Крыму, на самом деле, да. И еще не вся видела. Я второй раз. Я прежде бывал в Феодосии, ну и в Симферополе. А на такие места, как Алуште, я еще с ними не встречался. А у нас еще столько разных мест, приезжайте к нам еще. Вы приезжали именно с гастролями каждый раз? Нет, я приезжала просто отдыхать, путешествовать, скажем так. А в этот раз вы приехали уже не просто там, а в этот раз привезли к нам очень интересную постановку. Это рок-опера, да, под названием «Я же Анна Орлеанска». Давайте поговорим об этом, что это за такая постановка. То есть вы там поете, да? Да, мы поем, но это как бы получается музыкальный материал, такая форма музыкальная. То есть у нас четверо, да, ребят, которые играют на инструментах, это и гитары, барабаны. У нас при театре есть коллектив музыкальный, который занимается всем музыкальным оснащением спектаклей, то есть живое сопровождение. Также среди них двое ребят, они композиторы. Александр Армаш и Олег Запорожец, они являются композиторами этой рок-оперы. То есть весь материал, который он авторский, у вас такой продукт, вся команда участвовала в его. Вы какие роли исполняете? Я играю, собственно, Жанну Орлеанскую. У вас главное, да. Ой, это вы, да? Я смотрю схожесть какая-то такая. Да, я тоже смотрю, но здесь такой зрелый образ и очень такой красивый сценический, и вы так прекрасно, конечно, выглядите. Просто здесь сцена преображаемая, да, сцена. Здесь в образе просто. Потрясающе, да, очень красивая фотография. То есть у вас непосредственно главная роль. Да, главная роль, вот, Жанна Орлеанская, ну, собственно, Жанна Дарк, прототип, конечно, да. Мы просто не знали, как назвать. Вроде бы уже есть и «Я Жанна» название, есть и там «Дева из Орлеана». А как-то вот Жанна Дарк тоже не хотелось назвать, поэтому назвали «Я Жанна Орлеанская». Такая вот... Что еще сказать? А вы, да, я играю Архангела Михаила. Тот, который научает... Собственно, который и являлся Жанней, из-за которого все это произошло. Насколько близка вам эта роль? Тяжело было как-то вживаться в нее? Это достаточно сложная роль в том плане, как на себя примерить эту планку, но я не беру в этой роли конкретно такой вот сейчас буду играть Архангела. Нет, я какие-то человеческие вещи пытаюсь на себе проверить и ощутить, что движет вот мной как человеком, который научает другого человека двигаться по определенному героическому пути. Такие философские у вас роли, серьезные и глубокие. У нас просто есть небольшой отрывочек из этой рок-оперы. Давайте сейчас посмотрим, потом вернемся и узнаем, как чувствуете вы себя в роли Жанны. Хорошо? Так надо, мама. Так надо. Сегодня барракон. Следующий будет только через три дня. Так долго ждать мы не можем. Мы не можем. Нельзя! Нельзя сегодня от нашей матушки уезжать! Да вы почему как не родцы? Это вы сами подумаете! Это нельзя! Разыграли мы вас, дорогие телезрители! Постель собрали просто. Главное, сами актеры оценили, они хохочут, чувство юмора есть. Мы, конечно же, показали вам не спектакль, я Жанна Орлянская, а спектакль «Последний срок». Для затравочки, так сказать. А сейчас мы покажем тоже или не сейчас? А давайте прямо сейчас, да? Пока эмоции еще не остыли. Вперед! Все, кто верит в меня! За мной! Тебе отсюда нельзя! Уходи! Уходи! Ты ждешь кого-то другого! Да! Кого? Мои дети! Думаешь, они посидят тебя здесь? Да! Да, я молюсь об этом! Они не явятся! Вот. Ну, я бы сказал, очень так помпезно. Ой! Жестко даже! Я бы сказала, очень сильная постановка, потому что вы, насколько вы здесь юная, и настолько же на сцене действительно преображаетесь совершенно. Как вы вживаетесь в эту роль, потому что разительная перемена происходит? Ну, если честно, образ такой, требующий очень большой концентрации, потому что это не то, что там я, не знаю, там пять минут назад вышла из моря и пошла играть там. Нет, это не так. Надо сконцентрироваться, собраться с мыслями. Он как-то энергетически даже требует совсем другого включения. Долго нужно настраиваться на роль? Долго настраиваться на роль нужно? Ну, всякий раз по-разному. По-разному, да? То есть такая большая внутренняя работа над собой. Ну да, там получается, что я практически всегда на сцене, и там нет какого-то момента, где можно там, ой, так что дальше делать, там, как собраться. Нужно постоянно быть как-то вот не в себе, а как. А вот мне было всегда интересно, когда актер уже настроился на роль, он уже в образе, его нельзя трогать? Или ему все равно? То есть он уже в образе, его ничего внешне не волнует? У каждого, мне кажется, своя кухня. У каждого свой подход к осуществлению тех или иных сценических задач, а также и формирование образа, роли. Это у всех по-разному. Некоторые артисты спокойно пьют кофе перед выходом на сцену, и выходят, и делают трагические какие-то отрывки. А кто-то, наоборот, должен погрузиться в обстоятельства, его лучше не трогать. Все по-разному, все индивидуально. А есть такое высказывание, что если актер не волнуется перед ролью, значит, он уже как бы, то есть это уже не его, то есть все, он уже... Ну, перед выходом на сцену всегда есть какое-то волнение. Не то, что говорят, такое должно волнение, а какой-то трепет, скорее всего, все равно ответственности очень большая. Ты один, а зрителей-то много, как бы тут в любом случае ты выходишь, и ты за свое дело отвечаешь. Каждый раз как в первой. Легкий мандраж. Легкий мандраж, неизвестно, что будет, что будет дальше. Постановка такая современная, мы обратили внимание, минимум декораций, минимум каких-то костюмов, видимо, она этим и берет, мне уже не терпится пойти на нее. Ну, у нас буквально полминутки остается. У вас есть возможность пригласить сейчас всех крымчан на эту рок-оперу. Да, мы приглашаем даже тех, кто живет сейчас не в Симферополе. Мы вот из Алушты приехали, тут все так близко, приезжайте, такая погода у вас прекрасная, приезжайте. Троллейбусы, говорят, у вас тут ходят прямо из самый длинный маршрут из Алушты. Самый длинный, да, в Европу. Да, в Ялту, в Симферополь. Ну, у вас все есть, приезжайте, пожалуйста. Приезжайте, мы вас очень ждем. Да, хоть на троллейбусе. Дешево, сердито. Спасибо вам огромное за то, что зарядили нас положительными эмоциями, вы буквально светитесь, и мы вам желаем удачи, чтобы все прошло замечательно. И в Крыму, и где бы то ни было, приезжайте к нам обязательно еще. Спасибо. Спасибо вам. Ну, а наше утро продолжается. Встречайте это утро вместе с нами. Спасибо.